Приветствую, уважаемые друзья, в социальных сетях и приглашаю в свою скромную студию АркТиМи в Ютубе. Вашему вниманию несколько фрагментов новостной программы. Здесь и сейчас дневной выпуск. Сегодня 29 сентября 2024. Смотрите, слушайте. Российская армия продолжает обстреливать гражданские объекты в Украине. 10 ударов нанесли российские войска сегодня ночью и утром по Запорожью. В результате обстрела разрушена многоэтажка и несколько частных жилых домов. По словам главы областной военной администрации Запорожья Ивана Федорова, ранены минимум 16 человек, с одним из них ребенок. Сейчас на месте обстрела продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут находиться люди. Мошенники притворялись бойцами Ахмат, жаловались на нехватку материального обеспечения, денег, собирали пожертвования, а потом продавали то, что им принесли сочувствующие. В Старом Осколе и Белгородской области задержали 7 торговцев-краденых, которые выдавали себя за спецназовцев, уволивающих в Украине. Дело уже прокомментировал командир Ахмат Аптела Удинов. Бессовестно и цинично обманывая доверчивых людей, торговцы быстро заработали немало денег и приобрели дорогой автомобиль. Местные паблики уточняют, мошенников высадили волонтеры, а потом передали в руки чеченского спецназа и сотрудников Росгвардии. У задержанных изъяли 7 автомобилей. Командир чеченского спецназа Алаудинов решил лишний раз оговориться. Ахмат – одно из самых обеспеченных воинских подразделений Минобороны РФ. Вооружение, транспорт, средства связи, обмундирование и уж тем более питание обеспечивается на полноценном и качественном уровне. Ну действительно, в обеспечении личной армии Кадырова, за которой еще и с начала войны закреплась прозвища ТикТок войска, наверное, не приходится сомневаться. Зато для других подразделений регулярно устраивают сборы на бронежилеты, дроны, питание. Так что провоенные россияне привыкли скидываться на фронт, чем и воспользовались мошенники. «Не стыдно, пацаны, не а? Позорите армию России, позорите пацанов, которые сейчас воюют. Не стыдно вам? Пацаны, там кровь проливаете, вы здесь ходите раскайфованные такие, с нашивками. Ну что вы в натуре занимаетесь? Вы что? Вы думали, вы так будете бесконечно бегать? Вас не поймают? Здесь и сейчас. Дорогие мои друзья в социальных сетях, вы все видели, надеюсь, слышали. И в таких случаях обычно можно говорить комментарии излишние. Но, с моей точки зрения, подчеркиваю, с моей точки зрения, телеканал «Дождь» теряет свой уровень подачи информации. Вы сейчас слышали фразу «Пацаны, дескать, теряют и пацаны позорят армию России». И никаких больше комментариев, но, с моей точки зрения, подчеркиваю, почему из всех, из всего штата, телеканала «Дождь», тех, кто готовил эту информацию, А перед этой информацией вы видели удары сегодняшние по Запорожью. Вы видели на видеоряде то, что творится после этих ударов. И почему никому в голову из сотрудников от главного редактора до редакторов, до комментаторов, дикторов не пришло в голову сказать, что вот это позор для путинского режима и всей его нынешней армии, которая 24 февраля 2022 года развязала в Украине полномасштабную, агрессивную, вероломную войну. Буду признателен вам за вашу точку зрения. Искренне ваш Дэви Аркадьев из Филаделфии сегодня, 29 сентября 2024 года.